Первым объектом, который посетил глава города, стала вечерняя детская площадка на базе третьей школы. Дети постарше играют в настольный теннис, а на заднем дворе более оживленно. Каждый день сюда приходит около 50 детей со всего района. С ними занимаются педагоги школы. Анатолий Пахомов поинтересовался у самих ребят, как им эта площадка. Расскажите, что это, как площадка называется, когда вы сюда приходите? Каждый день. Каждый день? Да. А живете где? Тут, в гости. Каждый день приходите? Каждый день вечером здесь организовывают спортивные мероприятия? Да. И кто организовывает? Анна Ивановна. Анна Ивановна здесь. Анна Ивановна вот играет. Анна Ивановна у вас учитель физкультуры? Да. Это одна из 119 детских площадок, которая летом организована для детей в рамках проекта «Площадка нашего двора». Для ребят здесь много возможностей. Спокойно и их родителям. За их детьми следят педагоги. Основное занятие, конечно же, спортивные игры. Глава города сыграл с детьми в одну из них и даже заработал одно очко для своей команды. По словам педагогов, площадка привлекает внимание не только детей. Их папа и мама здесь тоже нередкие гости. Играют вместе с ребятами и даже проводят небольшие турниры. Родители в беседе с главой курорта отметили, что эта площадка действительно необходима. Первое впечатление моей дочери о детском лагере, когда она пришла, через полчаса мне набрала на телефон и сказала, «Все восхитительно, папа мне очень нравится. Я очень рад, что у меня ребенок занят с утра до вечера и занимается преподавателем, занимается любимым делом, общается со своими сверстниками». Еще одну спортивную площадку глава посетил на Бытхин. «Здравствуйте! Как дела?» «Хорошо!» «Привет, как дела?» «Нормально». «Нравится тебе?» «Да». «Вот расскажите мне, что это за площадка и когда вы...» «Дорога». «Когда вы сюда приходите?» «Каждый день». «Насколько?» «6 часов». «6 часов». «Иди, сфотографируйте. Не стесняйся. А на, сфотографируйте. «Что не я сфотографирую». «А меня?» «У тебя, сфотографируйте». «Мэр вызвал неподдельный интерес у детей. Сфотографироваться с ним хотели многие. Анатолий Пахомов никому не отказал. Поинтересовался он у ребят и о их любимых видах спорта. Маленькая Света призналась, что хочет заниматься фигурным катанием. Глава города обещал подарить ей билеты на шоу Ильи Авербуха. Новая площадка нравится не только малышам, но и подросткам. Теперь им есть где заняться спортом». «Раньше, это, конечно, тут бетон был у нас. А потом сделали ремонт, поставили резинку, было открытие площадки. И вот уже сколько, ну, года четыре, лет пять. Эта площадка у нас является самой популярной. Здесь все время собираются ребята и маленькие дети. Ну, в основном собираемся мы вечером и в футбол, тут баскетбол, волейбол. Но спасибо большое, сейчас приходят, аниматоры, мячи приносят, потому что всегда с этим проблемы были». Осмотром площадок глава Сочи остался доволен и подчеркнул, все, что касается детей, приоритетные направления работы мэрии. «Важно, чтобы каждый маленький ребенок, каждый юноша, каждый взрослый имел увлечение. Самая большая беда, когда нечего делать, и тогда рождаются дурные мысли. И вот мы уже на протяжении последних четырех лет прорабатывали этот проект. Он шел всегда как-то не очень быстро. Но все-таки уже в этом году мы уверенно можем сказать, что мы добились того, чего хотели. То есть появились вот 119 площадок». Каждый день городские площадки собирают в общей сложности около трех тысяч человек. Проект будет и дальше развиваться. Анатолий Пахомов предложил организовать на площадках районы и турниры. Победителей пообещал поздравлять лично. Игорь Кырпа, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин